Общественные обсуждения и предварительные оценки экологического воздействия при строительстве низконапорного гидроузла состоялись в Борском, Городецком и Волохнинском районах, а также в Сормском районе Нижнего Новгорода. Практически на всех слушаниях и представителей органов местной власти и активисты-общественники, независимые экологи и специалисты администрации муниципальных образований в главном были единодушны. Разработчикам проекта необходимо повторно провести исследование территорий всех районов, попадающих в зону подтопления, и составить новый проект оценки экологического воздействия от строительства низконапорного гидроузла. О том, каким образом проходили общественные слушания в городце 21 февраля 2019 года, какие мнения высказывались при обсуждении возможного ущерба, который может нанести строительство низконапорного гидроузла городецкому району, смотрите серию репортажей телекомпании «Заволжи ТВ». Учитывая важность темы для всех жителей города Заволжи и городецкого района, показываем выступления участников общественных слушаний без купюр. Во-первых, хотелось бы с чего начать? Начать в несогласии с главным журнером ТВ. Константинский учебник, объясняю почему. Было высказано о том, что дополнительного оттопления в связи с созданием, сейчас уже название появилось, Согласского водохранилища на городах не будет. Ну, согласиться, наверное, невозможно. Почему? По тем же самым материалам АВОЗ. Первый толк в 100-гоноткой странице, где показано, что по расчетам по городу Заволжи подтоплено 54% в общей жилой площади города, и прогноз влияния бездорожного водохранилища, здесь написано, что некоторые повышения уровней подземных вод на 55% в общей площади уже подтоплены территорией. То есть, ну, у вас бы был полок, ну, будет чуть похуже. Ну, наверное, с этим согласиться невозможно. Поэтому предлагаю на стадии АВОЗ выполнить отдельным проектом зону затопления и подтопления города Заволжи с учетом установления КИС-60, в общем, коллега уже говорила, для того, чтобы поведение Межгородской области, имея данный документ, могло его включить в рейстор, который занимается Федеральным агентством водных ресурсов Российской Федерации. По берегу углубления предоставлена информация о том, что планируется закрепить город, береговую часть города на трех участках общей потяженностью поднаценно 90-х километров, но выбраны самые участки, которые, скорее всего, возможно, будут иметь максимальную вырубку. По остальным, было обещано о том, что вырубки как не было, так и нет. Если будут какие-то изменения, а будут проводиться методики, вернуться к этой проблеме. По коллекторам, хотелось бы сказать так, что в свое время готовился, как же по этой тематике в 2015 году, вы же нет оппозициональной печки положи, где предусматривалась реконструкция существовых шести коллекторов, общих тяжелых, 14 километров, и создание еще двух коллекторов, шесть километров, и три перекачивающие станции. Но, к сожалению, все это дело, по-моему, немного сжалось до 14-16 километров в общей протяженности и двух станций. Тем более, графические материалы по этой проблеме ловоз не показывают. Почему-то по городу ловоз. Хотелось бы четко понимать, что мы будем делать по коллекторам в этом разделе инженерной защиты. И по композиционному заявлению. Руководители сектора экологии уже по этой теме коснутся. Мне бы хотелось сказать по-глобную заложность о том, что у нас в зону затопления попадают длинки. Суды, конечно, не Дуброва, дорогие сказать, но все же в достаточно кустарниках делилось, в городе береговой лени, который идет под затопление. По композиционному заявлению, к сожалению, я ничего не скажу. Мне бы хотелось, чтобы в данном проекте все-таки было обозначено моторное, денежное или какой-то, либо компенсация в городе. Все-таки я считаю, что для наших городов, которые и так не могут пропадить за это национальной территорией в нормальном объеме, что это будет оказаться решением. Ну и, не знаю, моторный завод, наверное, записан? Нет? Есть? Выступать будете? Да, мне выступать. Ну ладно. Но на странице 61-62 показано, подобно заложено, что 6 объектов АО «ЗМЗ» подлежат для ликвидации и перенос. Ну, я не знаю, насколько это так, потому что никаких расчетов, кроме как ссылки на федеральный закон нет. Почему решили вот это все включить в состав данного проекта, мне немножко непонятно. Если есть какое-то нарушение федерального законодательства, в части того, что объекты заключены с нарушением о захватной реке Волги, ну, они должны, наверное, решаться на составе этого проекта. Это мое мнение, конечно. Ну, может быть, макошки у них. Мои есть? Ну, что-то не будет так. Нет, у меня все. Макошки у них. Макошки у них. Макошки у них. Продолжение следует...